Предновогодний выпуск новостей! Здравствуйте, в эфире новости и моих ведущие котики! Итак, уже скоро стартует сезон заваленных ёлок. В этом году прогнозируется рост упавших ёлок на 30%. Специалисты утверждают, что это связано с резким увеличением Наташ в мире. Основная доля упавших елей будет приходиться на утренние часы. Эксперты не исключают падение ёлок прямо на Наташ. Поэтому мы рекомендуем всем Наташам спать в касках и кормить котика вовремя. Пока это все новости, мы будем следить за развитием событий. Вот так мой брат подстриг своего кота. Теперь брата зовут идиот, а кота беззубик. Кто пишет, крыльев не хватает. Ну да, и по размерчику маловат немного. Что говорит собачка? Гав! А что говорит котик? Дни человечества сочтены. Что? Глупые, глупые людишки. Ваша высокомерие разозлило наших богов. Стукач. Каждый раз, когда я не могу найти свою кошку, мне приходится светить фонариком на собаку. Прикольно, он и кошку, и собаку чёрных завёл. И фонарик у него есть. Моя добрая двоюродная сестра подобрала котёнка посреди ночи и взяла домой. Не волнуйтесь, в конце концов до неё дошло. Что дошло? Это не котёнок? Это рысь? Это рысь? Это рысь? А чё рысь не котёнок? Я бы дома у себя рысь поселил. Да, если бы она меня не выселила. Согласно опросу, 80% котов уверены, что люди их не понимают. При попытках поговорить о чём-нибудь серьёзном, хозяин тупо даёт пожрать. Такое мнение котов звучало чаще всего. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас предновогодний выпуск мемозга с котиками. Но, естественно, не последний в этом году. Поехали! В английском Саутгемптоне нашли дружелюбного кота, которого стали подкармливать местные. Ближе к зиме люди испугались, что кот замёрзнет, и поэтому обратились за помощью в Центр по защите кошек. В Центре животному просканировали чип. Выяснилось, что коту около трёх лет, и он из России. Каким образом он оказался в Британии, никто не знает. Нет, назвали Иваном. Опять русские шпионы в Британии. Я сваливаю, говорит кот. В поисках кота. Где, что, кто? А, оу. Когда очень сильно хочешь чихнуть, но непонятно почему, не можешь. И сидишь ещё такой пару минут. Ты же понимаешь, что главное украшение в этом доме это я, Наташ. Особенно после того, как он сожрёт весь дождик и мишуру. Учёные установили, что происходит в голове у котов, смотрящих на ёлку. Серпантин, я должен сожрать серпантин. Её сиятельство – зёбка. Выходные я активно практикую. Дома сидение. Дома лежание. Дома стояние. Дома гуляния. Дома валяния. Дома жрания. Когда домашние кошки хотят на улицу, но ты боишься, что они убегут. Кто бежит? Любовь строгого режима. Лежима. Теперь вы знаете, что подарить мне на Новый год. Новую нервную систему. Подписку на пакет здоровый Сван 365 дней. Тотальную защиту от всяких придурков. Неуязвимость к депрессиям. Годовой запас денег. Доброты и терпения, а то мои запасы уже всё. Какая занятная ёлка, такая мохнатая и необъятная. Прямо как ты. Чего? На тебе, на тебе. Когда взял в ипотеку свою первую жилплощадь? Приемлемо. Уже скоро будем с котом наряжать ёлку. Я буду украшать. А он ронять. Кот помощи просит, его ёлкой придавила, а ты фоткаешь. Я ещё не знаю, что они натворили. Возможно, проиграли дом в покер. А теперь давайте все отвлечёмся на минуточку и поговорим о том, что мой кот только что подумал, что пшикнувшая минералка на него быкует. И нашипел на неё в ответ. Мне показалось, или ты быканул. А ты ему горлышко направь на него, и он такой носом понюхает, и ему пузырьки в нос такие пуньк-пуньк-пуньк. Меня пугает тот факт, что мой кот периодически засыпает вот в такой странной позе. В любом случае, это выглядит очень забавно. Возможно, у вас протянут тёплый пол под плиткой, и там как раз проходит шланг, этот, труба. Скинешь фотку? Какую? Ну, а какие фотки обычно кидают в 3 часа ночи? Ну, котика в сковородке, да? Или это казан? Иногда мне становится интересно, не разбаловала ли я своего кота, когда наблюдаю за ним с его собственным айпадом в его собственной юрте. Как подавить чеснок без давилки? Кричи на него, критикуй, обзывай. Покажи ему, кто главный. Я ветеринар. Однажды люди в 3 часа ночи прибежали с котом, крича «У него лишай!» Показали два пятна. Один из них шрам, другой пупок. Процесс наряжания ёлки – это уютные, семейные. Крики, скандалы, вешай шарик симметрично. Куда ты, блин, вешаешь? Он здесь не гармонирует. Не ори на меня. Это Фучан, японский аналог Грампи Кэт. Но вместо того, чтобы быть недовольным, он постоянно разочарован. Надеюсь, он счастлив. Я не жаворонок и не сова, я что-то между. Могу встать очень рано или лечь очень поздно. Могу поспать днём, потом спокойно заснуть ночью. Могу спать до пяти вечера или вовсе проспать целые сутки. Эдакий человек-кот. Человек ленивой жопоты. А что насчёт зарплаты? Меня интересует сумма, регулярность выплат и система премий. Вы столько спрашиваете о зарплате, что складывается впечатление, будто вы пришли работать ради денег. Правильное впечатление. О, сила земли, помоги вернуть мне мои бубенцы. А суп сегодняшний или вчерашний? Я тебе больше скажу. Он ещё и завтрашний. Простите, но вы нам не подходите. Не прощу. Но почему? Обидно, между прочим. Ну простите. Самим каково было бы. Ну ладно, вы приняты. Я помню, как две недели назад парень из моего класса такой. Мы с моим котом соулмейты. Мы всё время вместе. И я подумал, что он просто шутит. А потом он принёс его с собой в школу, и они оба просто тихо сидели и слушали урок. И теперь я готов в это поверить. Когда понимаешь, что стал взрослым. Куда пропала радость из моих класс? Это что это тут? Это куда это? Это откуда это? Это что ли снег, что ли такой? А можно не надо снег? Можно вот чтобы не снег, а песочек тёпленький? Согласен. Батоница это стиль жизни. Ты чего это? Ты куда это? Я к вам. Зачем к нам? Куда к нам? Батоница. Ээээ. Когда вызвал специалиста по новогоднему настроению. Так, так. Это что это у нас тут? Новогоднее настроение? И правда оно. Так, так. Звёзды, хренёзды. Ну понятно. Работы много. Грызь, кусать, кромсать, ронять. Думаю, управлюсь до 31. С вас 5 пачек корма. Карантин. Что ты со мной сделал? Делаешь для кошки удобную лежанку. И ещё одну. И ещё. Покупаешь домик. Но спит она, конечно, здесь. Да, у меня тоже. Отстань, моё кресло. У меня тоже кошка на моём кресле спит постоянно. Надо всё делать вовремя. Что? Ну, не тянуть до последнего. Не понимаю. Не откладывать на потом. На каком языке ты говоришь? Мам, тебе помочь? Не лезь я сама. Спустя 10 минут. Нашли, блин, служанку. Две одинаковые фотки случайно соединил. В смысле, нельзя зачёт автоматом? Я чё, просто так два раза на вашу пару пришёл? Получается так. Гидроэнергетика основана на движении водных масс. Ядерная энергетика основана на делении атомов урана. Солнечная энергетика. Шолнывка. Я пытаюсь объяснить, что яблоко не могло упасть Ньютону на голову, потому что он ещё не изобрёл гравитацию. Учитель по физике, отличник из класса. И рядом такой же кот любой адекватный человек. Когда кот проснулся утром и увидел, что ты снова остался дома. Фу. Валет, чудо. Креветки, дары богов. Кусочки счастья и радости в этом сером мире. Остаться бы с вами наедине. Обкусать все и валять по полу остатки. Перекусать и перевалять все эти чёртовы креветки. Коротко о моём новогоднем настроении. Вот вы говорите, Новый год, Новый год. Какой нахрен Новый год? Я ещё от старого года не очухался. А у них новый, блин. Новогодники хреновы. Верните, пожалуйста, нашего кота. У него есть дом, он сам знает, куда идти. На всякий случай проживает по адресу улица Парковая, 22Б. Зовут Мишка. Отзывается на Мишка кушать. Кс-кс-кс. Чёрно-белая краска, зелёные глаза, длинные усы и белые шейник. Дают лапу, когда голодный. Если у вас нет мобильного, скажите ему, чтобы шёл домой. Он очень умный кот. Мишка, если ты читаешь это, возвращайся, мы тебя ждём. Если бы коты могли делать видеоблоги, то, наверное, мы бы могли посмотреть вот такие видео. А бывают и такие котики на ёлке. Коалючки. Минималистичная ёлочка для тех, у кого коты. То есть ёлочка, которая будет у всех, у кого есть коты. У всех такая будет. Я начал заниматься спортом. И правильно питаться. Но так и не похудел. Доктор, наверное, проблема в том, что я слишком мало сплю? Нет, проблема в том, что вы слишком много врёте. Домашнее представление под рабочим названием Еф, а я сирота. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, зацените другие мои видосы, которые вы не видели. Переходите на канал Алены, называется Книга Голик, по ссылке в описании. И смотрите её ролики. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!